Искусство вызова в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка Нижегородского андеграунда «Черный пруд», посвященная 30-летию творческого объединения. О советском и российском авангарде в нашем следующем сюжете. Их было девять. Молодые и амбициозные, талантливые и неординарные. Художники, чьи картины буквально дышали свободой и жаждой к жизни. Галина Коковкина, Николай Сметанин, Наталья Панкова и другие. Первые выставки прошли на Черном пруду в Нижнем Новгороде. Отсюда и название объединения. И тогда это объединение со своими выставками сделало невозможное, казалось бы, до того времени. Оно вызвало бурю эмоций и большого интереса у зрителей. Я стала членом Черного пруда в 89-м году, то есть через два года после его создания. Но был момент, когда первые два года я ходила на выставки чернопрудовцев. Я получала кучу эмоций, мне так все нравилось. С Чувашским государственным музеем чернопрудовцев связывает длительная дружба. Он не раз был площадкой для выставок и творчества. У нас сохраняются фотографии, где художники Черного пруда вот в этом зале рисуют большие вещи. Они были здесь же написаны, здесь же выставлены. Сейчас в выставочных залах музея 57 картин. По ним можно проследить историю становления каждого художника. Здесь собраны произведения за все 30 лет существования объединения. Искусство должно выражать свою эпоху. Никакие другие произведения, наверное, не отражают то настроение, то состояние поиска новых форм, отказ от каких-то классических моментов реалистического искусства, как вот эти произведения. Эта выставка является как бы сокровищницей выставочной деятельности нашего музея. Прекрасная выставка. И каждый зритель здесь найдет ответ на свои вопросы.